всем привет с вами про геймер в этом видеоролике расскажу вам как легко и очень просто сделать два очень крутых стиля в фотошопе но перед началом видеоролика будет соответственно небольшая рекламка но если вам нужен хороший качественный дизайн то рекомендую свою группу в контакте в которой вы можете заказать превью баннер аватарку логотип и мой личный gfx пак тут достаточно много красивых работ можете посмотреть ну а все ссылочки будут в описании переходите подписывайтесь и заказывайте дизайн но мы начинаем сам видеоролик и так заходим photoshop вот у меня уже есть определенной заготовки текста и сейчас я вам покажу как легко очень просто наложить на них довольно интересны такие стили сразу скажу это будет не так сложно даже довольно просто то есть вам всего лишь то нужно просто постараться это сделать если вы не хотите самостоятельно все это делать то вы просто можете перейти по ссылочке в описании и перекачать эти стили вот то есть они там будут поездо я вам оставлено яндекс и google диски зайдете и перекачаете но сейчас вы в принципе можете смотреть как я делаю как раз вот эти два вот эти стили в общем эти два очень крутых стилем так сразу же конечно хотелось бы сказать что если опять же пользоваться моментом если вам нужен хороший качественный дизайн обязательно перейдите сейчас прямо по ссылочке в мою группу во вконтакте то есть по дизайну там и закажите дизайн реально дизайн получается очень крутой то есть вот у меня очень большой под фотошопе вы не пожалеете что заказали именно там дизайн так тут мы в принципе делаем течение 1 17 готов уже это не так сложно делается тут главное просто постараться и все на деле ничего сложного тут нету так вот вы сейчас все видите есть моментами конечно будет там допустим градиент обводка то есть вот все это дело я конечно же озвучу то есть чтобы вы конкретно уже понимали и безо всяких вопросов в комментариях потом все было вот итак вы сейчас видите если у вас что-то вдруг не получится в таком случае да напишите обязательно в комментариях я вам объясню что у вас там конкретно те ошибки и так далее но я еще у меня в этом плане поняли ну а так в целом я думаю вы все сделаете то есть настройки таких как у меня потому что тут главное это просто следить как я делаю и дальше вы уже соответственно все сами поймете уже представляете что да как то есть что к чему и без каких-либо трудностей вот так не сипруденцевая . конечно же то есть они мне помогают определяться моментами с цветами чтобы я не запутался в градиенте заранее для себя подготовил там за ними как бы помогают в этом плане вот сейчас быстренько все сделаю и вы это соответственно увидите что еще можно прокомментировать даже не знаю тут мы делаем просто вот сделали почти уже все и дальше переходим к основным типам самого стиля то есть с основным параметром также вот если где-то что-то опять же не понимаете пишите в комментариях вот если вы хотите довольно круто очень так то есть я могу вам стать пак по дизайну там вам поможет он наверное наверное и потому что без пока тоже знаете там без всяких различных эффектов на работу трудновато фотошопе вот могу вам цель в этом плане помочь и вы более-менее так скажем улучшите свой скилл фотошопе ну как бы сейчас вы все видите то есть что я делаю опять же это не так трудно вот как комментировать особо все это нет никакого смысла вы так все видите прекрасно и если опять же будет вопрос и просто пишите комментариях я вам объясню что почему там и так далее вот сейчас я все доделаю так будут как бы уже все вы все увидели то есть особо тут не так трудно это было делать с первыми тремя параметрами четырьмя даже вот скажем так то есть в принципе если вы начинаете работать фотошопе то есть у вас есть такой небольшой конкретно скилл вы конечно же можете также его прокачать очень легко прям вообще максимально легко просто достаточно смотреть мои видео уроки и как бы с них уже что-то для себя поймете уже у вас будет какой-то опытом владения фотошопом без проблем вы сможете также все это дело применять в различных создание различных там таких вот стилей для текста и тому подобное сейчас я доделаю все это еще немножко осталось если у вас возникнут опять же какие-то трудности пишите в комментариях но я думаю у вас в принципе все получится в этом плане потому что это очень просто так вот вы все видите так сейчас за градиентом закончим уже и как бы в этом дальше поймете что текст уже почти готов пару деталей осталось сделать если вам нужен курс по фотошопу пишите мне вконтакте я вам в этом плане с ним смогу помочь научить вас как пользоваться правильно различными инструментами фотошопе как создавать какие-нибудь интересные аватарки шапки для youtube каналов и по разным игры то есть вот ну думаю вам это будет интересно в любом случае пишите его вконтакте в этом плане помогу что-нибудь придумать интересные так вот тут почти уже все готово немножко осталось доделать да и все в принципе уже все так в идеале у нас получится осталось доделать всего лишь пару деталей тут зачастую сейчас все будет проявляться из-за градиента то есть конкретно градиент сделать да и все там дальше уже все появится все это делом вот в принципе дать стиль уже почти готов осталось сделать только внешнее свечение и те ткань так в основе все готово без каких-либо таких трудностей вот мы наделаем внешнее свечение так вот ну в принципе тут уже все увидите результат риса довольно хороший ничего сложного стать есть или не было если остались вопросы пишите комментариях я вам объясню что почему так далее но там все с вами был про геймеров всем до новых встреч друзья увидимся в следующем видеоролике всем пока субтитры сделал DimaTorzok